Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Начинаем немножко необычное заседание нашей партийной ячейки, скажем так, членов Рабочей партии России в Ставропольском крае, и здесь у нас на расширенном заседании присутствуют товарищи, которым это интересно. Их не видно, но мне у нас здесь. Они внимательно будут слушать, о чем мы сейчас беседуем, и если у них будут вопросы, они их зададут. У нас на повестке дня сегодня две темы, которые мы будем рассматривать. Это тема планированных изменений в трудовом законодательстве, и вторая тема, как она правильно звучит? У нас три темы. Три темы. Три темы, да. Вот, значит, моя тема, с которой я сегодня буду выступать, это социал-эриформистские и пенсийские концепции, и их влияние вообще на социологию, на социал-демократические партии, вернее, на те партии, которые пытаются выстроить такую модель социализма, так называемую. Модель социализма они называют демократический социализм. То, что сейчас в таких странах, как Германия, Швеция, Австрия, и не сейчас, а начиная с 50-х годов, активно пропагандируется и фактически является таким, скажем так, пограничным слоем между либеральной философией и идеологией, которая напрямую имеет антикоммунистические представления и их выражает. А вот демократический социализм, он напрямую антикоммунистические, как бы, свои воззрения не выдвигает, но на самом деле здесь все, как основную цель, это внедрение в рабочий класс и распространение буржуазных ценностей и буржуазных стереотипов в рабочий класс. Вот, я бы хотел сегодня рассмотреть эту тему и показать, как вообще развивался этот техницизм, когда он возник, чем отличается буржуазный техницизм от социал-реформистского техницизма, и именно от правого социал-реформистского техницизма. Да. Вторая тема, об этом буду говорить я, это планируемые и уже осуществленные изменения в трудовом законодательстве, касающиеся рабочего времени, касающиеся самой системы труда, и которые напрямую влияют на работу и отдых каждого трудящегося. Об этом мало говорят, либо говорят в положительном ключе, но на самом деле там очень много чего, что не устраивает рабочий класс и что идет в вовле. И какая у нас третья тема? Третья тема звучит так. Ну, подготовил небольшое сообщение по поводу анализа и выявления структуры рабочего класса на ИДП Ставропольском Украине. Хорошо. Предлагаю сначала выступить, потом обсудить, потом следующее выступает, обсуждаем и точно так же делаем три раза. Хорошо. По времени? Ну, по времени получится так. Хорошо. Все? Тогда предлагаю начинать вам. Значит, с чего бы хотел начать? Хотел бы начать с того, что из себя представляет непосредственно техницизм, когда он возник, какие этапы в своем развитии проходил, и что он из себя представляет в данном уровне. То есть, как еще Владимир Ильич. Значит, можно сказать, что техницизм является самым молодым из основных течений в современной, так называемой, социальной философии западной, которая полностью отрицает марксизм. Либо не полностью отрицает марксизм, пытается перенять какие-то черты марксизма, где-то притвориться марксизмом, где-то сказать о том, что мы марксисты, но отрицаем непосредственно ленинизм, то есть как антисоветчина, борьба с большевизмом, ленинизм. Значит, возникает техницизм в 20-х годах 20-го века в Соединенных Штатах Америки. Основателем считается, значит, Беблин, это он социолог, философ. Ну, к нему еще присоединяются другие ученые, естественники, экономисты, философы, такие как Бонн, Эспинос и другие. В России эту теорию разрабатывал Энгель Мейер. Возникновение становления идеологии техницизма, которая базируется на принципе технологического детерминизма. То есть что из себя вообще представляют техницисты, чтобы было понимание. Разработанная Марксом Энгельсом теория социалистической революции, которая должна изменить структуру общества, то есть изменить общественный порядок, не устраивает буржуазную непосредственно элиту. Буржуазная элита нацелена на то, чтобы создать такое философское течение, которое бы отрицало или подмывало основания невосредственно марксизма. В первую очередь исторического материализма. То есть они противостоставляют себя историческому материализму. Но, как всегда, берется узкое, метафизически, эклектично, и берется только одна сторона вопроса. Скажем, идея Маркса и Энгельса о том, что в основе развития общества лежит развитие производительных сил и производственных отношений. Они берут из этого единства, откидываются производственные отношения, оставляют производительные силы, но из производительных сил откидываются еще, то есть оставляют только средства производства. То есть сама по себе рабочая сила, она тоже откидывается и остается только вместо средствам производства. То есть это грубо, такая техническая концепция, которая говорит о том, что развитие общества, те блага, которые есть в обществе, которые распределяются между людьми, вообще положение людей в обществе, все зависит от того, как двигается научно-техническая революция. Значит, первыми попытками, ну не первыми попытками, а это уже можно сказать, восстановление техницизма, да, такое, это так называемая теория второй промышленной революции. Разрабатывалась она франкфуртской школы, это уже в 50-е годы 20-го века, и в этой так называемой второй промышленной революции они закладывали основу того, что наука дойдет до определенного момента и произойдет такой чудесный переход из капитализма в общество какого-то там, всеобщего благоденствия, какой-то новый мир, другое общество, и все это произойдет только благодаря тому, что будет развиваться наука и техника. То есть непосредственно производственные отношения, которые существуют, они отбрасываются, они не рассматриваются, считаются второстепенными, и даже не то, что второстепенными, они вообще не рассматриваются, то есть рассматриваются только научно-технический прогресс. Значит, в концептуальном плане техницизм выступил сразу в нескольких вариантах. Значит, главные из них, которые хотелось бы отметить, это первое, это теория стадии экономического роста. Второе, это индустриальное общество, то есть это попытка сказать, что на самом деле тот капитализм, при котором жили Маркс и Энгельс, уже не существует, что на самом деле капитализма уже не существует, а существует так называемое индустриальное общество. И в этом индустриальном обществе И те минусы, негативные стороны капитализма, которые проявлялись при жизни Маркса и Эрнгельса, они уже ушли на второй план, их нет. И сейчас самое главное – это развивать индустрию, развивать рост промышленности. И когда промышленность дойдет до такого состояния, что производительность труда будет настолько высокая, что сможем обеспечить всех людей необходимыми благами потребления. То есть можно сказать, что это воспитание такого консумеризма. Консумеризмом, как известно, подразумевается общество потребления. То есть здесь не ставятся никакие цели у развития личности, никакие цели у предоставления ему больше свободного времени, именно свободного, как формулировал Маркс, то есть непосредственно того времени, которое идет на развитие личности всесторонней, а идет непосредственно упор на то, что все люди будут обеспечены какими-то благами. Мы не знаем, да, в первую очередь об этом идет речь. Материальными благами будут обеспечены, и наступит такое общество благоденствия. Дальше, значит, теория конвергенции, идея идеологизации. Вот эта теория идеологизации, мы с ней столкнулись, в нашей стране очень, как бы, на лицо было видно. Тут у нас до сих пор объявляется, что у нас нет никакой идеологии, что у нас нет никакого, ну, мы вне идеологии. Да, то есть это и постиндустриальное общество. То есть постиндустриальное общество, тоже, как известно, подразумевается общество услуг, что якобы производительные силы развиваются настолько, что уже не будет необходимости кому-то участвовать в непосредственно материальном производстве, и будет такое общество, в котором все мы будем друг другу оказывать какие-то услуги, и не нужно будет работать. Уже построено, получается, такое общество? Мы в нем живем практически? Нет, они говорят о том, что постиндустриальное общество построено только в развитых странах капиталистических, да. То есть нужно сказать главное, что капитализм на рубеже 19-20 века вступает в свою высшую стадию, в империализме. Значит, основными чертами которой являются монополии и господство финансовой альтархии. Основной задачей представителей техницизма было помочь изыскать с помощью науки и техники новые источники получения сверхпримирий для монополии. Но, кроме этого, наука и техника использовали, с другой стороны, империализм для затушевывания марксизма, для скрытия классовой сущности общества. Но нам известно, что империализм, с другой стороны, это умирающий, загнивающий капитализм. Это рост революционного рабочего движения, распространение революционной теории пролетариата марксизма. С возникновением марксизма начинается общий кризис с буржуазной идеологией. То есть приходят группа традиционные идеалистические школы и, скажем так, начинается наступление материализма. Но в силу того, что марксизм это в первую очередь материализм, и чтобы у рабочих не появилась возможность получить истинно научное знание материалистическое, создаются такие психоматериалистические теории, которые в своем основании все равно имеют идеалистические философские основания, о которых хотелось бы сейчас сказать. Значит, первой, как таковой, идеалистическим философским основанием социал-реформистских и технических концепций выступил еще Эдуард Бернштейн, который, опираясь на неокантиянский, так называемый, неокантиянский этический социализм. Вот. Сейчас кратко объясню, что это из себя представляет. Под этическим социализмом неокантиянцы, это последователи Канта, которые, действительно, уже в XIX веке продолжали его философию, и в основу они ставили как бы категорический императив Канта, то есть относись к каждому человеку как к себе и к обществу как к себе, и при этом не воспринимая человека и общество как, не общество, он говорил, а человечество, да, не воспринимая человека и человечество как средство, а воспринимая его в первую очередь как цель. То есть это такая философия, в основании которой лежит этический пазы, то есть давайте воспитаем людей, давайте, чтобы вот люди были там ответственнее, там, ну и прочее, да, то, что нам известно. Но при этом отбрасывается всяческое материалистическое понимание, да, то есть не говорится ничего о том, что это именно непосредственно общественное бытие, это армирует общественное сознание, а вкладывается вся роль в руки каких-то просветителей, да, которые должны якобы там переделать общество, всех перевоспитать и наступит то самое благоденствие. Вот, этот неокантиянский этический социализм довольно распространенный в наше время, у него много последователей той же самой современной Германии. Это встречается в эфире социал-демократической партии Германии, одна из крупнейших партий Германии, одна из крупнейших партий Германии. Значит, дальше, второе. Вторая философская концепция, на которой, ну, нужно сказать, почему их множество, потому что на самом деле социал-информистские и техницистские концепции, они не обладают какой-то единой своей идеологией. То есть нужно понимать, что это четко поставленное перед определенными философскими кругами задача опошлить, оболгать, приврать, то есть как угодно, ну, марксизм. Поэтому они подходят к этому всесторонне, то есть конъюнктурно. Сегодня нужно сказать так, они говорят так, завтра нужно сказать так, они говорят так. Поэтому у них множество различных идеалистических оснований. Вторым таким основанием можно назвать так называемый христианский гуманизм. Хотя гуманизм как таковой возникал как противоречие с христианством, то есть во время реформации, во время возрождения и в эпоху просвещения во Франции. В этот период гуманизм выступал против христианства. Но в 19 веке появляются философы-идеалисты, которые пытаются друг другом, скажем, не скрестить, объединить христианство и гуманизм. Вот. Этот христианский гуманизм подразумевает собой что? Что в основе устройства государства и общества должны лежать христианские ценности. И все должно, ну, как, ничего опять не говорится ни о собственности наследства производства, ни о производственных отношениях. Все опять сводится к тому, что есть какой-то идеал. Люди должны стремиться к этому идеалу, менять себя внутренне. И в какой-то момент мы все перевоспитаемся, станем сверхлюдьми. Ну, не сверхлюдьми, это уже другая техника, да? Станем людьми достойными социализма. А сам социализм объявляется не конкретным общественным устроем, а объявляется мечтой. Причем мечтой ее объявляют не только последователи христианского гуманизма, но также и неокантианцы в лице Денуштейне. То есть социализм это не устройство общества, это не какая-то конкретная, как бы, совопутность факторов, да, качеств, обладающая конкретными характеристиками, которые описали Макс и Энгис. А это какая-то вот мечта, в которой нужно идти. Значит, дальше, следующей философской концепцией, на которой они опираются, опять же, социал-реформисты, техницисты, можно назвать антропоцентрическим, ну, экзистенциальным антропоцентризмом, то есть под экзистенциальным антропоцентризмом подразумевается, ну, назовем, самого видного деятеля, это Жан-Поль Сартер, французский философ середины, ну, то есть, двадцатого века, сам его, такой, пик популярности приходится на 50-е и 60-е годы. В основании экзистенциального антропоцентризма есть множество, как бы, точек соприкосновения с марксизмом, потому что сам Жан-Поль Сартер считал себя последователем Маркса, опирался на его философию, вот, но центральная идея экзистенциализма о том, что сущность, она лежит, ну, как бы, после существования, сначала существования, потом сущность, вот, и под этим проводится такая, опять же, можно сказать, идеалистическая пропаганда того, что каждый человек должен быть ответственным за свои поступки, каждый человек сам творит своего счастья, каждый человек сам формирует свой облик, при этом сказать, что экзистенциалисты отрицают влияние множества других общественных факторов, да, на развитие личности, нет, они не отрицают, но они ставят ее, как бы, как второстепенные, то есть, о первостепенном они возводят то, что каждый человек сам упаковывает своего счастья, и в первую очередь призывают к ответственности у каждого человека, и поэтому социал-реформисты, техницисты, которые опираются на эту философскую концепцию, они все время призывают к тому, что, ну, условно, проведите революцию в себе, революцию в головах, когда каждый из вас изменится и будет готов к жизни, то есть, социализм, и тогда социализм не наступит. Я точно цитаты не приведу, я ее не нашел, но сталкивался с несколькими статьями, значит, там, самый известный на сегодняшний день троцкист в Великобритании, с греческой фамилией, не помню, если честно, но не суть, но он говорит следующую мысль, что если мы ждем пришествия коммунизма, мы должны ждать того, что в каких-то местах этот коммунизм уже будет прорываться, и пытается отыскать на планете в различных, как бы, обстоятельствах такие моменты, когда люди действительно объединялись и совместно решали какой-то вопрос. Он приводит пример, скажем, Афинского парка, там, в Афинском парке хотели построить парковку, люди все вместе объединились, были против этой парковки, значит, разогнали, им удалось победить, и на этом месте они выстроили ну, так как, парк, ну, свободный вход для всех, ну, понятно, то есть, какая-то общая, общая собственность, так скажем. И он это пытается представить, как вот, вот здесь уже коммунизм прорывается. И вот это, то есть, опять же, здесь отрицается, опять, рассматривается односторонне. Вопрос рассматривается односторонне. Очень сильная ответственность вкладывается в руки конкретного человека. С этим можно согласиться, потому что в современном обществе, да и раньше, всегда были люди, которые всегда ищут виноватого. Что, ну, не я виноват, тот виноват, этот виноват. То есть, понятно, что это негативные стороны вопроса, и в чем-то нужно прислушиваться к экзистенциалистам, в том, что каждый человек должен быть ответственным. Но с точки зрения философии, она несостоятельна, потому что в основании ее лежит, опять, идеалистический какой-то тазик. И, значит, следующее. Что еще хотел бы выделить? Что на самом деле в XIX веке можно сказать только о двух философских концепциях, которые на «вы» для своего времени, при этом ставят свои цели изменения общественного порядка, антагонистичны и, скажем так, не уникальны, а своеобразны. То есть они на «вы», да? В этом можно так сказать. Это нитшанство и это марксизм. Это две абсолютно противоречащие друг другу идеи. Индивидуализма абсолютного и коллективизма. И сама по себе нитшанская философия, она проникает во все сферы общественной жизни, в первую очередь в буржуазию, в мелкую буржуазию, создавая одни иллюзии того, что каждый человек, опять же, способен через изменение себя изменить весь мир. Из российских философов можно отметить Мережковского, ну, в Российской империи, это манилированный мир в Париже, Мережковского, который рассматривал нитшанство и говорил о том, что нитшанство... Почему нитшанство? Потому что он, кроме того, что занимался философией, так и активно участвовал в каких-то политических делах, политических делах, если так можно сказать. Он выводил нитшанство и говорил о том, что вот нитшанство должно лечь в основу нового общества, нового общества, в котором будет какая-то свобода, равенство, но при этом это будет свобода и равенство на основании того, что каждый человек есть, скажем, сверхчеловек. И говорил о том, что меньшанство прекрасно своим отрицанием, отрицанием всех норм и прочих, что на самом деле меньшанство это глубоко христианская теория, потому что она отрицает, она отрицает историю христианства, но берет как бы самое глубинное, что было в христианстве изначально. И при этом он накидывается на марксизм с тем, что марксизм под личиной христианской идеологии, под личиной того, что свобода, равенство, братство, входит в умы людей, но при этом выбирает самое главное – Бога. И при этом говорит о том, что такое общество, общество, в котором есть христианские ценности, но нет Бога – это общество антихриста. И Мелешковский, скажем так, довольно сильно, я не знаю, сильно или не сильно, вот если я могу ошибаться, я этот вопрос еще не изучил, на таких деятелях, как Струбы, например. А про Берлинштейна тоже нужно отметить, что когда его первое произведение о таком этическом социализме возникло, его Зубатов рекомендовал всем рабочим. То есть, я думаю, это очень хорошая характеристика всей их идеологии. Значит, дальше, и, ну, как бы, это тоже рассмотрели, последнее, на чем хотел бы крупной философской концепции, которая лежит в основании социал-реформистских, техницистских концепций, остановиться, это Карл Поппер и его рациональный критицизм, ну, как-то так. То есть, суть, опять же, это, по мне, позитивистская философия, в основании которой, опять же, попытка опровергнуть диалектический метод, попытка опровергнуть исторический материализм нас и, как бы, возведение в какой-то главный принцип, принцип того, что нужно все подвергать сомнением. Но при этом заявление о том, что нет никаких принципов. Поэтому вот на такой, скажем так, шизофреничной позиции последователи Поппера, в конце концов, скатились к тому, что сами начали сомневаться в критическом рационализме и его отвергать. Но нужно понимать, что философия Поппера и вообще сам Поппер, как философ и деятель, очень популярен в среде ученых западного мира. То есть, можно сказать, в нашем научном, как бы, научное сообщество Поппер так сильно не проник, просто в силу того, что там в 90-е был полный упадок образования, а предыдущие, так скажем, ученые все-таки базировались на марксистском знании, нежели на теориях Поппера. Вот. Это, что хотел сказать о философских концепциях, на которые опираются непосредственно социал-реформистские и техницистские концепции. Теперь хотел бы немного сказать следующее, значит, ну, то есть, какое стремление возникает внутри социал-реформистских и техницистских концепций? Это стремление к скучке враждебных марксизмом идеологий. Ее отметил еще Владимир Ильич Ленин, когда писал, что осуществляется все более тонкая фальсификация марксизма, все более тонкие подделки антиматериалистических учений под марксизм. Это в произведении «Материализм и эмпирокритицизм». Значит, и на такой обработке марксизма сходятся сейчас буржуазия и оппортунисты внутри рабочего движения. Это цитата из «Государства и революции». А, нет, там, ну, вашего отца, ну, из 33-го дома. Может быть, это там вступление было до начала государства и революции. Нужно сказать еще что отменить, что сам по себе техницизм не является какой-то философской концепцией. Он уже давно вплелся в концепцию демократического социализма и является его неотъемлемой частью. Будучи неотъемлемой частью вот этого демократического социализма, нужно рассмотреть, как он развивался. Мы сказали о том, что у вас, ну, как самым первым, кто начал ревизию марксизма с такой целью, были Бернштейн и Кауски. Ну, я бы хотел привести несколько цитат, например, из Каускова, да? Кауски в своих работах процесс развития производительных сил представил как чисто духовный процесс освоения человечеством природы. Пишет. Развитие материальных производительных сил. В сущности есть лишь иное обозначение развития познания природы. Таким образом, глубочайшей основой реального базиса этого материального фундамента человеческой идеологии является процесс духовный, процесс познания природы. Значит, если возвращаться к нашим, то в России Струбе, Мартов, Суханов утверждали, что нет необходимости в революционном движении. Так как развитие производительных сил само идет в нужном направлении. То есть, само по-саму, сами производительные силы развиваются, они развиваются настолько, что это противоречие доведется. Ну, то есть, ненужные революционеры, ненужные революции, само все произойдет. Богданов и Бухарин также пытались провести ревизию марксизма с позиции технологического детривилизма. То есть, мы когда говорим о техницизме, нужно понимать, что в основании него лежит технологический детривилизм. То есть, все определяется через развитие технологий. Нет места человеку, есть место только машина. Только, ну, понятно. Значит, так Богданов фактически отождествлял производительные силы и технику. И утверждал, что техника – это первичный фактор. Ею определяются как экономика, так и идеология общества. С ним полностью солидаризовался Бухарин, когда писал, что производительные силы – чисто техническая категория. То есть, когда говорят о том, что производительные силы – чисто техническая категория, то есть, рассматривается только один момент – рассматриваются средства производства. И непосредственно рабочие отбрасываются. Хотя, всем известно, что рабочий является главным двигателем материального производства. Без него никакой станок, никакие средства производства работать не будут. Значит, из которых были заимствованы правами социал-демократами все основные положения. То есть, именно так называемые продолжатели марксизма, марксисты, заложили основу, то есть, ту вот эту идеологическую кашу, которой впоследствии воспользовались правы и социал-демократы по всему миру. Значит, и заимствовали туда основные положения, перечисленных. О ненужности социалистической революции, которая якобы заменила научно-техническую революцию. Что да, якобы при Марксе и Йенгельсе социалистическая революция была необходима. Но уже развитие пошло настолько, что сейчас необходима только научно-техническая революция. Дальше, миф о власти управляющих, которая приходит на смену в власти капиталистов. Что на самом деле мы пришли в такую фазу, в которой это не власть капиталистов, а власть управляющих. И поэтому вводится еще более, не новое понятие, а новое направление, как революция управляющих, что не нужно идти к рабочему классу, что не нужно вносить в рабочий класс классовое сознание, а необходимо работать с интеллигенцией, с научно-технической интеллигенцией. Именно она и только она способна произвести те социальные изменения, которые необходимы обществу. Значит, дальше область управляющих сказал, вводится еще такой термин «диффузия собственности», что, ну, да, вот эта компания принадлежит этому, скажем, олигарху, но на самом деле распоряжаются этой собственностью не только он, и что эта собственность таким образом диффундирует внутри общества, и якобы она только числится за кем-то, но на самом деле является как бы также общественным достоянием. И дальше об утрате, ну, самое главное, об утрате пролетариатам своей революционной абагардной роли и так далее. То есть, Аченин сказал, что переносится абагардная роль с пролетариата на научно-техническую интеллигенцию. Значит, за революционные перемены право оппортунисты выдавали реформизм, не меняющий сущность капиталистического строя. То есть, например, один из идеологов социал-демократической партии Германии, Штернберг, пишет, «Уничтожение бедности при четырех-пятидневной рабочей неделе является само по себе социальной революцией. При этом неважно, что каждый отдельный шаг на пути к этой цели был эволюционный. При эволюционных шагах остается революционный конец. Четырех-пятидневная рабочая неделя и одновременное уничтожение бедности». То есть, к этому моменту мы рассматриваем до 50-60-х годов. То есть, капитализм еще не вошел в фазу кризиса, который настанет в 72-73 году. То есть, всю лицемерность их позиций можно как раз-таки просмотреть на том, как они относятся к научно-технической революции. На момент, после окончания Второй мировой войны, капиталистические страны входят в фазу развития. Это естественно. После войны они всегда входят в статус развития. Развитие идет. И на этом этапе речь шла в основном об обществе всеобщего благоденствия, обществе массового потребления, обществе услуг. Хотя иногда и оговаривалось, что эти индустриальные общества есть этап, предшествующий демократическому социализму. Необходимо подчеркнуть, однако, что эта модернизация техницизма не затронула основные принципиальные положения техницизских концепций. Эти положения и сегодня составляют тот фундамент, на котором строятся более современные, более гибкие апологатические концепции буржуазных и социал-реформистских идеологов, техницистов к ним относится. Это я взял вырезку из диссертации, я тоже приложу ссылку. Значит, когда же наступает кризис 1972-1973 года, социал-реформисты и техницисты переходят на другую позицию. Начинается все с того, что необходима гуманизация научно-технического прогресса. Что это именно научно-технический прогресс теперь виноват во всех бедах общества. Что он идет настолько стремительно быстро, что общество за ним не поспевает. И в силу этого возникают все эти негуманные явления. В том числе, когда был период острейшего кризиса между Советским Союзом и Соединенными Штатами, потому что до ядерной войны не дошли, в 60-х годах, появляются первые зачатки, попытки уже развернуться с позиции того, что научно-техническая революция приводит к развитию общества, о том, что неконтролируемая научно-техническая революция приводит к возникновению таких людей, как атомное оружие и ставит под угрозу всему человечеству. То есть, опять же, здесь скрывается причина того, что это именно капитализм направляет средства на то, чтобы создавать вооружение и эти вооружения распространять, а потом в нужный момент использовать. То есть, именно про капитализм здесь в речи не идет. Значит, что еще хотелось бы отметить. Несколько пунктов о концепции буржуазных и социально-реформистских идеологов, техницистов к ним относятся следующие. Первое. Уровень развития общества детерминируется технико-экономическими показателями. Вот они это говорят, но при этом до кризиса они говорят о том, что научно-техническая революция будет идти, все будет хорошо. Но, как только наступает кризис, они говорят, что научно-техническая революция привела к тому, что у нас беда. То есть, всячески снимается всякая ответственность с капиталистов и с капитализма вообще. То есть, попытка перебросить то ученые молодцы, то ученые виноваты. Значит, правый социал-демократ, вот тоже цитату приведу, Георгий Дрона, здесь рассматривает будущее развитие своей страны через призму технологического интервьюизма своей страны, это не подразумевается Федеративная Республика Германия. Значит, и он пишет, мы делаем такие выводы. Федеративная Республика сможет утвердить при таких предпосылках свой экономический и социальный штандарт только на основе высокоразвитой технологии. Но такую технологию, в свою очередь, в такой индустриальной стране, как наша, необходимо ориентировать на социальные и гуманные цели. То есть, опять же, не говорится ни о том, как изменить структуру общества, ни о том, какая она должна быть, не говорится о классовых противоречиях, а просто говорится о том, что, да, нужно отметить самое главное, что во всех этих концепциях, в некоторых признается классовая борьба, в некоторых не признается, но во всех наблюдается следующее, что государство представляется как надклассовый, внеклассовый орган, что государство это не аппарат в руках господствующего класса для, ну, как бы, угнетения... Аппарат насилия в руках господствующего класса, да. А что это надклассовый орган. И этот надклассовый орган должен взять в свои руки контроль над развитием общества, и таким образом общество придет к этому благоденству. Второе. Главная цель общества – высокие темпы экономического роста, накопление материального баганства, совершение механизма контроля, управления, стабилизация экономического развития. То есть то, что мы слышим и за сей день, и за всех источников. Значит, программы СДПГ указывают, что постоянный, качественно осмысленный рост экономики есть важная предпоследка для успешной политики реформ. А главная цель экономической политики и социал-демократической партии – это постоянное распущее благосостояние и справедливое распределение всех доходов народного хозяйства. Ну, казалось бы, ничего плохого не было. Для осуществления которой необходимо демократическое распределение всех доходов народного хозяйства. Третье. В индустриальном обществе нет социальных конфликтов. Все проблемы носят экономический характер и нуждаются лишь в техническом решении. Что на самом деле это не проблема классового структура общества, а проблема того, что еще техника и управленцы не дошли до того, чтобы грамотно распределять ресурсы. Это просто чисто техническая проблема. Для этого нужно инвестировать в развитие управленцев, в какие-то там организационные универсии. Ну, как у нас таких, там, высшая школа экономики какая-нибудь. Ну, понятно. С помощью денег мы решим все проблемы. Не совсем. Они не хотят решать проблему. Нет у них цели решать проблему. У них цель простая. Это скрыть. Скрыть именно классовый характер и представить все так, что это чисто техническая проблема. Для чего? Понимая, что рабочий класс не имеет времени и возможности на то, чтобы реально разобраться в этих технических проблемах, их можно придумать массу и ими постоянно запудривать мозги рабочему классу. И тем самым его запугивать сложностями, что все на самом деле так сложно, что вы не разберетесь. И этими сложностями отталкивать рабочий класс от способностей к научному познанию мира. Значит, вот приведу еще одну цитату. Томас Майер, член комиссии основных ценностей при правлении СДПГ, исследуя проблемы современного индустриального общества, такие как рост, бюрократизация, отчуждение, называет меры для их решения. Значит, меры. Контроль за экономическим ростом, установление равновесия между экономикой и экологией, гуманный контроль над технологией, чтобы защитить человека от технического бума и тому подобного. То есть это в 60-е годы, прошло уже 60 лет, мы слышим все то же самое. Ничего не меняется, а лозунги те же. Значит, четвертое. Основной институт индустриального общества – это буржуазное государство, которое право и социал-демократы интерпретируют как надклассовый орган. То есть то, о чем я ранее говорил. Значит, осуществляется регуляция экономических процессов в условиях падения рыночного механизма. То есть они говорят о том, что на самом деле вот надклассовость государства и все большая передача в руки государства контролирующих функций приводит к тому, что рынок не спадает и уходит. Но сейчас, ну я чуть позже приведу цитату из Владимира Ильича Ленина о том, как он характеризует непосредственно государственный капитализм и попытки представить госкапитализм, как якобы уже какое-то социалистическое общество. Значит, в ориентировочных рамках 85 в программном документе СТБК записано. Государство создает и сохраняет экономические, социальные и политические условия существования частным предпринимателям, заботится об устройстве инфраструктуры, социальном обеспечении и уменьшает конъюнктурный риск посредством налоговой политики и политики, направленной на полную занятость и стабильный экономический рост. То есть можно сказать, что наша КПРФ просто-набросто копирует программу СТБК в 60-х годах, в 50-х, в 60-х годах. Значит, пятое. Социальными последствиями научно-технической революции в условиях индустриального общества является переход власти в производстве от предпринимателей к управляющим. То есть то, о чем тоже ранее говорил, отметим. Таким образом, категория собственность лишается своего социально-экономического значения. Осуществляется интеллирование рабочего класса в индустриальное общество путем повышения его благосостояния и политики социального партнерства. То есть опять какие-то непонятные термины, за которыми невозможно найти, кто и что подразумевал. Но зато они введены и как бы пользуются популярностью. Таким образом, в индустриальном обществе происходит якобы затухание классовых конфликтов. В этой связи Бруно Крайский, один из самых авторитетных идеологов социалистической партии Австрии, долгое время возглавляющий правительство Австрии, отмечает, что социальное партнерство – это сублимация классовой борьбы. Борьба классов, разделительная борьба получила новую форму. То есть опять же мы видим, что постоянную направленность социал-реформистов, техницистов на то, чтобы так или иначе подменить основание максимума. Потому что никакой другой цели они не преследуют. И работают они на империалистическую верхушку, которая осознанно ставит перед ними такие задачи. Потому что сказать, что такие ученые, которые особенно называют себя левыми последователями Маркса, не знают основ марксизма – это тяжело предположить. Значит, если мы считаем, что они это знают и специально это подменяют, значит, на это есть какой-то заказ. Значит, в период экономического подъема, повышение жизненного уровня трудящихся в капиталистических странах привел к тому, что появляется такой розум, как деньги организации, то есть о котором я ранее говорил, что он был необходим праву социал-реформистам-идеологам для нас отдельно массового сознательного знания консумеризма. То есть нет никакой идеологии, главное, чтобы у тебя были деньги, сходи в магазин, купи что ты хочешь, съешь, езди, отдыхай, не думай, нет никакой идеологии. Мы живем в обществе без идеологии. Значит, какую опасность у социал-реформистов нужно отметить. То есть, если, опять же, как я говорил ранее, либерализм – это открытый антисоциализм, антикоммунизм, который не прикрывается никакой личиной, и их можно явно распознать, и с ними можно бороться напрямую. То социал-реформисты, прикрываясь личиной социалистов, они проникают внутрь рабочего класса, и внутри рабочего класса начинают распространять эти ложные идеалистические бремени. Значит, право и социал-реформисты так, ну, то есть, что они пытаются внести – это буржуазные ценности. Буржуазные ценности, буржуазные стереотипы, чтобы и рабочие думали так же, как буржуазию. И этому, естественно, способствует в том числе и мелкая буржуазия, которая со всех сторон окружает рабочий класс, но в силу своего положения, если все хорошо, они за буржуазию, сами хотят стать крупными капиталистами, если же что-то идет не так, они пытаются прийти к рабочим. Но, опять же, приходя к рабочим, они не хотят принимать, ну, не приносят в рабочий класс непосредственно рабочее сознание, а приносят туда мелкобуржуазное сознание или буржуазные стереотипы. Но в определенный момент, в развитии этих социал-реформистских и техницистских концепций наступает период, когда кризисы и непосредственно рабочие начинают отворачиваться от этих партий. Они видят, что те не соответствуют их интересам, они не преследуют их интересам. И в силу этого начинается, естественно, внутри социал-реформистов такое движение, что мы не можем отпустить, так скажем, свой электорат. Потому что они все тесно вплетены в парламентарную систему и не участвуют в выборах, значит. Приведу цитату лидера социал-демократической партии Швеции Улины Хапальме. Значит, если мы, сказал он, не отважимся больше говорить о социализме, то противник от этого наполовину выиграет. То есть они не отрицают капитализм, говорят о том, что капитализма, как такового, не существует. То есть стремление свести все к тому, что как таковая общественно-экономическая формация, все характеристики, которые описали в своих трудах Маркс и Энгельс, ее не существует. И в силу этого можно, если ее не существует, то и говорить не о чем. Но при этом у них возникает понимание того, что в обществе есть стремление к социализму, есть запрос на социализм. И поэтому они не могут убрать из своего лицикона слово социализм. Поэтому они вынуждены так или иначе под социализмом называть всякие, так скажем, эклиптические понятия, которые отовсюду берет. Отсюда возьмем, отсюда возьмем, все объединим, и эту похлебку вам дадим. И еще хотел бы привести цитату Иринга Фетчера. Это тоже немецкий идеолог социал-демократической партии Германии. Из его биографии, чтобы было понятно, он сын такого довольно видного нациста, который попал в концлагеря и прочее. Это уже, конечно, попытки копаться в чужой психологии, но я думаю... Ну ладно, приведу просто его цитату. Ирин Фетчер заявлял, что демократический социализм есть политическое представление о цели, отличающиеся как от необузданного капитализма, так и от бюрократического государственного социализма. Итак, демократический социализм хочет конкретизировать демократию, наполнив ее жизненным содержанием. Он обеспечит для всех равные шансы в получении образования и полное взаимопонимание во всех областях жизни. И все. И все. На этом все. Значит, приведу еще цитату. Бронно Крайски пишет «На протяжении долгого времени с нашей стороны не было дано четкой дефиниции понятия социализма, потому что от Макса и Янгельса мы восприняли страх перед утопией». Утопией. Да. Хотя Макс и Янгельс, не впадая ни в какие утопии, дали тем не менее пролетариату установку на реальную, конечную цель борьбы. Но при этом эти люди, которые 100% с этим знакомы, делают вид, будто бы никакой установки на конечную цель нет. И это уже, опять же, сводится к позициям меньшевиков, троцкистов, о том, что главная борьба, главная, ну как же, все сводит к тому, что давайте просто бороться. И бороться уже не за революцию, а бороться за реформой. Потому что, как они говорят, вот сейчас, они говорят о том, что, революционная теория, потому что до возникновения Советского Союза, они, естественно, их задача была, это травить марксизм, ну то есть Макса и Янгельса, их произведение. То есть как только в Советском Союзе происходит Великая Октябрьская Социалистическая Революция, все их усилия направляются на борьбу с ленинизмом, на борьбу с Советами и советской идеологией. Встав на этот путь, они говорят о том, что такие понятия, как диктатура пролетариата, то есть власть угнетенного меньшинства, не есть демократии, ничего общего с демократией не имеет, ничего общего с социализмом не имеет. А говорят о том, что диктатура пролетариата и подобные понятия углубляют пропасть между капиталистами и рабочими. А на самом деле, якобы, Маркс и Янгельс говорили о том, что эту пропасть нужно заполнять, нужно чем-то заполнять. И, естественно, заполнять эту пропасть можно только постепенно, реформами, 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 и в какой-то момент мы с помощью этих реформ дойдем до этого общества, всеобщего благоденствия. Еще цитата, если, конечно, можно. В программе СДПГ, значит, ОР-85 записано, демократический социализм не является панацеей и не решает всех человеческих проблем. Он не представляет собой уже готовый план нового общественного порядка. Он борется за свободу, равенство и солидарность. Воплощает их и сам в них воплощается. Подобные формулировки основаны на учении, опять же, Беренштейна. А само учение Беренштейна основано на неокантианской идеалистической концепции этического социализма, о чем говорили ранее. Дальше. Отрицалась возможность научно обосновать социализм и доказать с точки зрения материалистического понимания истории его необходимость и неизбежность. Отрицался факт растущей нищеты, пролетаризации и обострения характеристических противоречий. Объявлялась несостоятельным само подмет, и безусловно отвергалась идея диктатуры пролетариата. Отрицалась принципиальная противоположность либерализма и социализма. Отрицалась теория классовой борьбы, неприложимая будто бы к строго демократическому обществу, управляемому согласно воле большинства. И так далее. Скажем еще о родстве социал-реформистских техницистских концепций и своей буржуазной техницистскими концепциями. Потому что социал-реформистские техницистские концепции, естественно, возникли из буржуазных техницистских концепций. Им присущ антикоммунизм, это в первую очередь. Они направлены на оправдание капиталистического строя под вывеской индустриального общества, демократического социализма, постиндустриального общества. То есть это началось в начале 20 века и продолжается по сей день. Одна и та же, одни и те же лозунги, одна и та же терминология, одни и те же слова, одна и та же философия. И все это одна сплошная идеалистическая похлебка. Больше ничего. Ну, по крайней мере, мне ничего большего не удалось обнаружить. Значит, и второе. Однако при этом социал-реформистские техницистские концепции обладают определенной спецификой, которая выражается в их форме и проблематике. На форму. Она представлена в виде модели социализма. То есть, опять же, не говорится о том, что такое конкретно социализм. Они всячески избегают этого. Они пытаются представить модель социализма. А как они представляют модель социализма? Очень просто. Они пытаются вырубать множество частностей и их назвать. Что скажем? При социализме будет бесплатное образование. При социализме бесплатная медицина. Бесплатный проезд на автотранспорте. Бесплатный бассейн, условно. И вот, если, значит, где-то есть бесплатный бассейн, бесплатное образование и бесплатная медицина, то, значит, там социализм. Очень просто. Позитивист. Значит, на что бы хотел обратить внимание. Некоторый список литературы, в которой это очень подробно рассматривается. Я вот так отметил. Обязательно к прочтению. Я сам еще не прочитал, но показалось, что обязательно к прочтению. Беликовский, Резников, Галкин. Социал-демократический и буржуазный реформизм в системе государственного монобалистического капитализма. И такая критика буржуазных техницистских концепций. Первый. Абаков. Классовая сущность западно-германского техницизма. И Икольникова. Теория постиндустриального общества. Будущее человечества и его буржуазные толкователи. Здесь есть еще список, я его передам. И несколько пометок. Исследованию идеологии социал-реформизма как такового посвящены многие труды зарубежных ученых-марксистов. Работы Бесселя, Винглера, Вроми, Моцека, Пафа, Розе, Шульце, Берниша. Я, честно говоря, с ними не знаком, но я нашел ссылки в диссертациях советских, в которых, ну, то есть определенные цитаты из них, с которыми я согласен и считаю, что верная позиция. А главное противоречие, вокруг которого разворачиваются все эти социал-реформистские концепции, это прежде всего противоречие между необычайными возможностями открывания научно-технической революции и препятствия, которые капитализм выдвигает на пути их использования в интересах всего общества, обращая большую часть открытий на науки и огромные материальные ресурсы на военные цели, расточая национальные богатства и так далее. Владимир Ильич Ленин после победы Великой Активовской революции писал, что сто лет назад эконом... ну, ладно, это не так важно. Вот, еще один момент хотел бы сказать. Значит, ученые-марксисты во многих исследованиях, посвященных содержательно-интологическим сторонам буржуазной идеологии, отметили главенствующую роль вне техницизма и указали, что именно техницизмское направление выступило в буржуазной идеологии основной теоретической базой, используемой для отрицания необходимости социалистической революции и утверждения вечности капитализма. Значит, и чуть-чуть, совсем немного скажу о экономических воззрениях техницизмских концепций в среде правых социал-реформистов. Пункты, ну, извините, не экономические, а политические. Первое. Далее излагается момент так. О человеческой сфере труда такие как долгосрочное обеспечение занятости, соучастие, социальное партнерство на уровне предприятий и предпринимательств в общеэкономическом и на рабочих местах, строительство, связанное с охраной здоровья, предотвращением травматизма и общественной охраной труда, апробация новой гуманной производственной технологии. Этот перечень можно дополнить пунктами программы гуманизации труда виднейших теоретиков СДПГ, выпущенной в 82-м году. Сюда входит следующее. Создание экономического и трудового порядка, который по возможности в более высокой мере служил бы индивидуальному развитию человека и его наполненной смыслом трудовой деятельности. Снижение безработицы, действенный контроль за властью предпринимателей. То есть то, что мы сейчас в нашей стране слышим. В принципе, нужно еще что отметить, что социал-реформистские техницистские концепции, они не одноводны в разных сторонах. То есть они разрабатываются под конкретные страны. То есть если какая-то страна находится на пути развития, и перед империализмом стоит цель недопущения ее сворачивания с пути капитализма на некапиталистический путь развития, то под нее и внутренне ее... Ну нельзя сказать, что это прям специально кто-то ставит цели, чтобы они разработали, но само по себе общественное движение приводит к тому, что буржуазные идеологи рождают для каждой страны свои техницистские концепции. Если рассматривать приблизительно одинаковые временные промежутки, то в тех странах, где идет упадок, то есть где растет количество, ну, общее число пролетариата, где снижается уровень зарплаты, где ухудшаются условия труда, то там все сводится к тому, что научно-техническая революция – это вред, и его нужно тормозить. Там же, где вот одновременно, в этот же момент, там же, где идет рост, там говорится о том, что научно-техническая революция – это именно та революция, которая спасет человечество. Хотел бы закончить цитатой Владимира Ильича. Владимир Ильич указывал, что буржуазные и реформистские теоретики выступают защитниками империализма обычно в несколько прикрытой форме, затушевывая полное господство империализма и его глубокие формы, стараясь выглядеть на первый план в частности и второстепенности, подробности, усиливаясь отвлечь внимание от существенного, от существенного, совершенно несерьезного проекта. То есть запудрить голову, дать множество каких-то оторванных друг от друга знаний, в чем-то пробдивых, где-то небольшая крапинка лжи, и все это под соусом частности, множество частностей, всюду частностей, поэтому рабочий класс, который не имеет своей, скажем, своей сильно серьезной партии, авангарда своего, который мог бы очистить все эти знания и привнести их в рабочий класс, оказывается в ситуации полного хаоса. Он не в состоянии противостоять. Он не в состоянии противостоять, просто в силу того, что на это брошены огромные средства, массы людей, целые институты. Опять же, привести пример франкфуртской школы. То есть целая философская школа, множество последователей по всему миру, и все одна цель. Так или иначе затушевать марксизм и скрыть классовую структуру общества. И даже если вернее скрывают, отфречь всяческие внимания от диктатуры пролетариата. Не допустить диктатуры пролетариата. И переходы собственные средства проектов. Собственность в общественное общество. Вопросы можно задать? Да, конечно. У меня такой вопрос. Почему, хотя, наверное, понятно, почему в Советском Союзе и в Российской Федерации уже позже оказалось очень много людей, которые, казалось бы, выросли и получили образование ВСР, которые радостью встретили все эти концепции, они их продвигают, они их встречают, но они говорят, что это все правильно. На самом деле, отвечу, извините, что я говорю, на самом деле вот эти буржуазные стереотипы и буржуазные мировоззрения в Советском Союзе внедрялось, начиная с хрущевских времен, как это известно, это хрущев, можно сказать, троцкизм, прямо от троцкизм и меньшевики. Как я вначале сказал, меньшевики стоят на идеалистических позициях всякого рода реформизма, отрицания непосредственно социалистической революции и сведения главного ленинского принципа о свободном всестороннем развитии каждого члена общества и обеспечения полного благосостояния к позиции удовлетворения постоянно растущих потребностей. Удовлетворение постоянно растущих потребностей есть консумеризм, то есть потребление, общество потребления. И поэтому общество потребления зародилось в Советском Союзе не в момент развала Советского Союза, а оно дало свои корни в конце 50-х, в начале 60-х годов и, естественно, к 91-му году все это поколение потребителей оно выросло и, естественно, желало потреблять. То, чему его воспитали, то оно сейчас активно и привносит жизнь. Еще, наверное, самая главная идея этих людей о том, что нет классовой борьбы или надо уходить в классовой борьбы. Именно этим и доказывается, что у нас в Советском Союзе у нас это все так быстро появилось, проявилось, как раз и показывает, что классовая борьба она шла в СССР и она даже, может быть, была в чем-то сильнее, чем даже в 20-е годы. Потому что мы увидели здесь все сходы и результаты. Вспомнить цитату, я полностью не процитирую, но вот из Иосифа И.С.А.Вовича Сталина, о том, что с усилением рабочего движения классовая борьба нарастает и она будет нарастать до полного уничтожения классов. Даже когда уже социалистическая революция произошла, социализм построен, все равно внутри она не прекращается. И она будет нарастать. А пущевская позиция о том, что классовая борьба все прекратилась, это чисто меньшевистская, троцкистская, идеалистическая оппозиция, которая привела по моему мнению и по мнению нашей партии к... У меня такой вопрос, скорее вопрос в твое видение. Как ты думаешь, как вот эти люди, которые развивают, те, которые создавали концепцию технологического ферминизма, утверждают, что да, в некоторых странах, из которых они сидят и что-то транслируют про эти течения, философский капитализм, как они любят говорят, с таким человеческим лицом, но обратная сторона вот этого капитализма отражается в виде нечеловеческого лица, скажем так, с другой стороны планеты, где-нибудь в Африке, там, и еще... То есть, они эти противоречия не видят о том, что если где-то технологии растут, то где-то они и получаются... они очень просто, якобы, разрешают эти противоречия, они поэтому и вводят понятие стадий экономического роста. Для этого и введены понятия страны третьего мира, развивающиеся страны и страны развитого капитализма. В странах развития капитализма как раз так и наступило то самое общество благоденствия, постиндустриальное общество, общество услуг. В странах развивающегося капитализма индустриальное общество, которое должно перейти в постиндустриальное. И естественно в странах третьего мира идет закладывание основ под индустриальное общество. Вытекающий вопрос еще один отсюда, то есть все страны будут достигнуты вот этого благодействия при полном каком-то автоматизации и роботизации из всего производства. Нет, об автоматизации и роботизации с самого начала речь не шла, потому что эти концепции они зародились не в середине 20 века, а в начале 20 века. Поэтому они все сводят, как я говорю, к технических проблемам. Что это техническая проблема, нужно изыскать путь решения этих технических проблем, скажем, тот же самый, если правильно помню, фридман, экономист, который как раз и к нам привозил всю эту чушь, да, то есть что он проповедовал? О том, что да, необходима либерализация экономики, убрать руки государства вообще от рынка, но при этом он никак не мог объяснить, якобы не мог объяснить, почему же в странах третьего мира и в развивающихся странах это везде приводит к плачевным результатам. Что это не приводит к установлению какого-то идеала либерального общества, а всюду коррупция, всюду преступность, всюду нищета. И он это объяснял человеческим фактором, культурным фактором, чем угодно. Но нужно помнить, что он был помощником Генру Кислинжера. То есть им тоже с народом не повезло? Да, да, да. То есть что-то не везет с народом, с народом повезло, вот, да. Американцам? Американцам и их сотрудникам, да. Хорошо. Прокрастоять все в этом, я так понимаю, нужно на серьезном теоретическом уровне, и рабочая партия России, на самом деле, этим занимается каждодневно. Теоретики партии, по-моему, создали уже достаточно большой объем трудов, который различивает все эти замечательные, в кавычках, концепции. На самом деле, вплоть до 80-х годов в Советском Союзе разработано огромное множество, ну, как правильно сказать, ну, великая масса, да, масса произведений научных, в которых рассматриваются все эти концепции со всех сторон, и показывается их идеалистическая, эклектическая сущность. И при этом, не просто, есть определенные статьи, ну, я их постараюсь как-то потом привести тоже, сейчас напрямую не процитирую, о том, как непосредственно происходил подкуп, подкуп философских кругов, интеллигенции, как ЦРУ направляло, ну, как бы, нужные мысли в нужные головы. То есть, это прямая империалистическая... Нужно еще отметить, что в начале 80-х годов в Советском Союзе, даже, по-моему, на каком-то съезде КПСС, было сказано, что в 80-е годы противостояние империализма и социализма дошло до своей высшей стадии. То есть, даже не до той стадии, которая была в конце 50-х, начале 60-х, что там, угроза ядерной войны, а именно вот само противостояние дошло до такой стадии, что империалисты уже не чурались никаких мер. Никаких мер. То есть, любые способы оболгать социализм, подменить социализм моделью социализма, зародить в головах у людей всякие идеалистические бредни. То есть, это все шло уже на уровне, чуть ли не там, и ЦРУ, и конкретных спецслужб, которым давались четкие установки, и люди из крупных корпораций приходили в ЦРУ, в том числе в ЦРУ ходили крупные корпорации, то, что и сейчас является... То есть, это не просто идеологическая борьба, в которую идеологи, с одной стороны, которые искренне в это верят, да, и идеологи, с другой стороны, которые тоже искренне верят в свою идеологию, борются друг другу. Нет, здесь есть четкое понимание, что капитализм понимает, что он находится на загнивающей стадии, и он делает все для того, чтобы себя так или иначе сберечь. Поэтому он идет на откровенную ложь, на... То есть, это не такая идеологическая борьба, когда, вот, скажем так, ну, если можно такой пример привести, там, мусульмане с христианами встретились и обсуждают, чья религия лучше. И тот, и тот искренне в это верит. То со стороны империализма нет никакой веры, там, в могущество капитализма. Они уже давно осознают, что капитализм вошел в загнивающую стадию. Поэтому их единственная задача – это сберечь себя. Это борьба за выживание, больше ничего. Поэтому в этой борьбе за выживание они идут на любые. Уловки, ложь, то есть... Это тогда называлось холодное войно. Фактически это один из методов введения в войну. Да, но холодное войно Советский Союз проиграл по причине того, что он был вынужден говорить только правду. Ну, там причин много, но одна из причин много. Ну, теоретически, я имею в виду. В теоретических основаниях Советскому Союзу приходилось бороться просто с массой лжи. А когда кругом ложь, и сама правда тоже растворяется. Уже и Советского Союза нет, а ложь продолжает литься. Еще как бы не больше, чем у вас. Потому что Советского Союза нет, но страны, в которых строится социализм, или страны, в которых уже построен социализм, есть. И империализм, естественно, нацелился на них. Хорошо. Предлагаю перейти ко второму вопросу, более конкретной. Он касается изменений в трудовом законодательстве. Потому что пандемия, которая мешает нам всем жить и работать, она стала очень удобным и хорошим предлогом для ужесточения работы, для ужесточения мер, которые принимаются для контроля на рынках. Увидев, что можно сейчас принять таких мер, капиталисты на это пошли. Вот несколько таких мер. Первое, что большинство российских компаний планируют сохранить удаленку. То есть, когда эти меры вводились, прежде всего, в Москве, в крупных городах, это обуславливалось чрезвычайной ситуацией, что ну вот мы должны на это пойти, и если у нас есть возможность все-таки людей отправить домой, пускай они не будут заражаться и будут работать дома. Плюс эта мера очень понравилась руководству компаний, которые закрылись дома, поставили у себя методы, телефоны, смартфоны, что угодно, и спокойненько сидели дома, руководили оттуда. На удаленку не смогли перевести, понятно, рабочих людей, которые непосредственно занимаются производственными процессами. Но это дало возможность сэкономить денег. То есть, капиталисты прикинули, что не нужно платить за аренды, не нужно платить массу-массу затрат, которые до этого уходили на поддержку работы крупных коллективов. Сейчас мы их распылим, мы получим на выходе, наверное, такое же качество работы, и мы сможем положить себе довольно много денег в карман. Первое. Второе. Это приводит к распылению рабочего класса. То есть, когда ты сидишь дома, ты не можешь пройти с товарищем договориться и выступить против каких-то мер работодателей. То есть, ты как фактически надумник, как человек, о которых писал Владимир Ильич Леня в развитии капитализма в России, о том, что это самый забитый, самый бесправный вид проекториата, люди, которые работают дома. Как говорили, в светелках им развозят работу по домам, они там трубятся и, в общем-то, платят им меньше всего, работают они больше всего, и в результате они не могут нормально отставить свои права. Сейчас мы увидели то же самое, потому что в большинстве компаний решили сохранить удаленку, несмотря на отмену ограничительных мер. Получается, что то, что было совсем недавно, скажем так, экстремальной ситуацией, стало нормальной ситуацией. И человек, работающий в IT, в бухгалтерии, где угодно, да, это не правитарь, это, скажем так, это не рабочий, как публичный, заводский, но это человек, который задействован в производственных процессах. И таким образом, во-первых, снижается накал классной борьбы, экономятся серьезные средства и ухудшается положение предъявшихся. Потому что, несмотря на все меры принятые о том, что нельзя допускать при работах, что должны оплачиваться сверхурочно, естественно, это только должны. Если тебе поставили задачу, ты не будешь решать дома, хоть в офисе, но ты не будешь решать. И отследить факт того, что ты работаешь сверхурочно, уже нельзя, если в офисе есть камера, есть электронный ключ, к примеру. И ты можешь доказать, что ты работал до шести, а после шести тебе пришла работа, и будьте добры, заплатите нам дополнительные деньги. Дома тебе сложно достаточно это доказать. И никто не будет жаловаться, и мало кто будет этого добиваться. В результате положение трудящихся ухудшилось. Казалось бы, буржуазия поступила для себя правильно. Но, как правильно замечал еще Калли Мак, что капиталист никогда не видит дальше собственного носа. Сразу же масса предприятий столкнулась с проблемами организации бизнеса. Почему? Потому что экономические процессы пришли в хаос. Одно дело, ты сидишь в одном кабинете, твой коллега сидит в другом кабинете, ты пошел быстренько решил вопрос. У тебя у вас начальник отдела, вы к нему сходили быстренько договорились. Теперь необходимо связываться, дозваниваться, искать. Это очень сильно ударило именно по работе многих компаний. С одной стороны капиталисты думают, что они зарабатывают, но тут же не теряют долгосрочный перспектив, потому что сам бизнес начинает работать хуже. Само предприятие, его финансовое положение в конце концов ухудшится. И в такой ситуации мы видим, как собственно капиталисты сам себе ухудшает положение, выигрывает наградка срочно, проигрывает долгосрочно. Что делать трудящимся? Трудящимся нужно искать формы борьбы за свои права. И они это могут делать, потому что есть трудовое законодательство, есть возможность коллективных действий, всегда есть возможность все-таки сохранить за собой нормальные условия работы с тем, чтобы при первой же возможности добиться перевода с удаленки на нормальную работу. Потому что и организовать безопасную работу, и создать условия, при которых заражения будут происходить в меньшей степени. Можно, во-первых. Во-вторых, никто не гарантирован от того, что зановит себе дом. Потому что все мы выходим, у нас есть дети, семьи. То есть это на самом деле определенный такой миф, который решили использовать для того, чтобы увеличить свои доходы. Это первая новость. Вторая новость. В России предложили ввести почасовой мрот. То есть с этим выступил Дмитрий Анатольевич Медведев, как глава партии «Единая Россия» на партии крупного капитала. Но я бы сказал, что он не только глава партии крупного российского капитала, он еще и ставленник международных финансовых кругов. Потому что эта идея зарубежная, и эта идея обкатывается уже на протяжении нескольких лет за рубежом. И даже в некоторых странах это уже введено. И опять это представляется как забота о трудящихся. То есть посмотрите, мы вам дадим денег, будете жить безбедно, вам будет легче. Но при этом не говорится о том, что если государство вам даст деньги, то наносит себя с ними серьезные социальные обязательства. Что забудьте про бесплатную медицину, например. Забудьте про социальное страхование. Что вот вам дали деньги, и вы можете делать с ними все что угодно. В такой красивой обернке людям, трудящимся, прежде всего, да, пролетариату приводносится очень серьезный удар. То есть капиталисты, они очень четко считают, они понимают, что чем нам тратить огромные деньги на систему здравоохранения. Мы сейчас дадим, раздадим. И пусть они с этими деньгами делают что хотят. Но мы здесь экономим на порядок больше. Потому что потом с этими 13 тысячи, и сколько они там хотят раздать, ты будешь уплачивать все. Все практически. Это возможность срезать огромное количество льгот, и вытянуть из тебя эти деньги очень быстро обратно. То есть эти деньги не задерживают своего человека. То есть это очень хороший такой буржуазный ход, да, для того, чтобы добиться своих целей. Тема, вообще идея именно введения по часовому роту, вот, она очень развита за рубежом. Там очень много, там довольно много работают по часам, что вот ты отработал час, получил деньги. У нас в России, это все-таки еще из советских времен пришло, что мы работаем в день, да, то есть 8 часов. Мы работаем, за этим мы получим деньги. Если у нас чисто теоретически допустить введение по часовому роту, я не удивлюсь, что работодатель будет ходить за работником с секундомером, но мы сами знаем, что это вполне возможно, и он будет считать, вот это ты работал, а вот это ты не работал. Ты пошел курить, ты пошел кофе пить, это все будет вычитаться. Ты сел отдохнуть, я за это тебе платить не буду. И мы знаем, что у нас на улице будет таких дядей миллион. И в результате это великолепный способ снизить затраты, он потом в конце рабочего дня скажет. Вот, ты работал столько-то, а вот это я у тебя забираю. И иди жалуйся куда хочешь, у нас контракт прописан, вот это ты, за это ты получаешь. А завтра ты можешь вообще не выходить на работу, потому что я тебе ничего не должен. То есть, насколько я понимаю, это проблема вообще мирового капитализма, потому что после крушения социализма в СССР, ну, уже как бы конкурент исчез, и поддерживать социальное государство, вот, кстати сказать, вспоминать технические концепции, уже, в общем-то, и не нужно. То есть, можно начинать демонтаж правого государства, это нам дает суперприбыль, а трудящиеся, не имея возможности этому противостоять, они, в общем-то, будут согласны, потому что другого выхода у них нет. И, соответственно, в Российской Федерации очень многие будут рады среди капиталистов введения этого метода. Все это преподносится как гибкость, да, любимое слово, гибкость рынка труда. Будет удобно, что это выбирают малообеспеченные, кто, там, по часам работы. Сразу мы говорим о том, что трудящиеся должны сейчас уже начинать работу против этого всего. На каждом углу нам надо кричать о том, что это готовится очередной удар по рабочему классу, потому что каждый от этого проиграет. И опять капиталисты наступают себе, собственно говоря, на хвост. Потому что таким образом ухудшается качество работы. Сам рабочий класс деградирует от этого. И нормально люди не будут работать. Конечно, может быть, на каком-то этапе капитал от этого выиграет. В долгосрочной перспективе это тройгрыш. Потому что, если рабочая сила деградирует, то, соответственно, ухудшается качество выпускаемой продукции. Я предлагаю, даже, может быть, надо будет написать какую-то резолюцию о том, что мы считаем по этому поводу. Что мы вот думаем, надо действовать так и так. И максимально распространить свои предложения для того, чтобы трудящиеся знали, что уже им готовится очень серьезный, по ним готовится серьезный удар. Третье. Это у нас, конечно же, тоже замечательный человек, Дмитрий Анатольевич, который говорит о базовом доходе. То есть, почасовой мрот и базовый доход, это две вещи, которые между собой связаны. То есть, базовый доход. Ты получил и тебе ничего не должно. Почасовой мрот ты работаешь час. Да. Как быстро будут эти меры проходить? Посмотрим. Потому что сначала это обсуждается в партии «Единая Россия», потом это войдет в Санкт-Петербург, потом это идет дальше и дальше. То есть, очень важно понимать, как будет на это реагировать ФНПР. А, у нас есть трехсторонняя комиссия. У нас, на самом деле, фактически существуют профсоюзы, которые должны как-то на это реагировать. И наверняка это будет там рассматриваться. Но профсоюзы, мы не знаем, как они на это пойдут. Но если профсоюзы услышат голос трудящихся, они наверняка будут действовать так, как захотят трудящиеся. Мы это видели совсем недавно с уплотнением рабочей недели, когда планировалось с пяти рабочих дней перейти на четыре. Тот же Медведев предлагал. Но, как только начался очень серьезный общественный протест против этого, именно со стороны рабочего класса. Эта тема была снята, пока, по крайней мере, и выбрана долгий ящик. С этими двумя вопросами надо, думаю, действовать точно так же. И наша партия должна в этом принять свое участие. Потому что, пользуясь той же пандемией, эти темы протаскиваются, предлагаются, представляются как забота от трудящихся. А по сути свои, они являются ударом. Поэтому, я считаю, что мы должны об этом говорить. Много, часто, постоянно следить об этом, за тем, как эти все инициативы продвигаются. Для того, чтобы общественное обсуждение усиливалось и усиливалось. Вот, собственно, что я хотел сказать. Я бы чуть хотел, наверное, даже дополнить. Тот же самый почасовой оплаты, скажем, в IT, в которую мы работаем, введена уже давным-давно. И введена она с одной целью. То есть, во-первых, введена почасовая оплата. То есть, большинство современных программистов, которые не работают на крупные студии за за оплату, они работают по почасовому режиму. Почасовой режим дает иллюзию программисту о том, чтобы его платить доход. Ну, доход. Оплаты его часа. В среднем, чтобы вы понимали, оплата часа программиста от 12 долларов до 45 долларов. Это уже на территории Российской Федерации. Час работы. То есть, квалифицированный программист это где-то 25-30 долларов в час работы. Казалось бы, переводить на рубли, где 1100 рублей. А если у меня 8-часовой рабочий день 16 тысяч, нажать на 25, вот я уже... Очень много, что человек. Ну, параллельно с этим вводится система контроля за рабочим временем. То есть, в том числе, например, в крупных компаниях просто ставят программное обеспечение, которое контролирует полностью все перемещения сотрудников. У меня тоже, ну, как бы, имел грех писать подобное программное обеспечение, которое там контролируется вплоть до того, сколько переместился курсор. Там, сколько времени он был в простое. И на основании всего этого вычисляется коэффициент, скажем так, как это правильно назвать, коэффициент. Вот, ты час работал, но сколько ты из этого часа реально выкладывался на своем, как бы, максимально сколько времени ты там бездействовал. Поэтому начинают вводиться штрафы, санкции и прочее. И, хотя эта сфера не рабочих, понятно, да, я привожу, например, IT. Но даже в ней, как бы, капиталисты, собственники бизнеса привеляют к тому, чтобы всячески... Ну, использовать себе два блага на максимум. Да, использовать себе два блага на максимум. Что бы еще хотел дополнить, да, вот, как бы, о почасовой оплате труда, скажем, минимальном размере почасовой оплате труда. Там в Германии это введено, я точно знаю, в Италии, в Соединенных Штатах это есть. И там уровень, как я понимаю, в США порядка 10 долларов или 12, в Германии это, по-моему, там 14 евро в час. Но это приводит к тому, что человек, вроде бы, работает, ну, вроде бы работает, но на него есть два часа работы в день. 40 минут. 40 минут. Ну, хочешь, приходи, работай. Казалось бы, вроде ты не безработный, вроде у тебя высокий уровень оплаты по часовой, а самой работы нет. И еще какой момент хотел бы тоже, как наполнение, что заметил вообще на примере крупных корпораций и почему, по мне, вообще эта стратегия вводится. Большинство управленцев, которые сейчас задействованы, их можно смело переводить, там, не знаю, на двухчасовой рабочий день, четырехдневную неделю. Ну, приходится просто в силу того, что занимаемся IT, приходится заниматься автоматизацией различного рода бизнеса. Множество бизнесов, да. и управляемцы, на самом деле, да, работают, но это может быть два часа полезных в неделю. Все остальное время они думают, как бы себе кофе налить, как бы себе там воды принести, чтобы там в интернете посмотреть. И, естественно, уже топ-менеджеры и владельцы бизнеса, они это понимают и они хотят сократить весь этот состав, скажем. Ну, это бюрократство. Да, бюрократство, да. Ну, это, как бы, с одной стороны, плюс, да, вроде бы, паразиты с шеи общества следует. Но, на самом деле, эти деньги не пойдут рабочим, эти деньги осянут в руках капиталистов, а в обществе появится еще масса пролетариата, которые еще и не приспособлены к какому-то производительному труду, ну, просто к увеличению социального расстояния. Да. Самое интересное, что эта мера предлагается не для управленцев, да, которым, собственно, является тот же бюрократич медведь, может, его рабочий день тоже можно 0,2 часов сократить. Это предлагается для социально незащищенных слоев поселения, то есть люди, которые, ну, обычные, рабочие, скажем так, да, и это уже будет им, в первую очередь, для них будет это использоваться. Ведь у нас достаточно большое количество людей, скажем, неквалифицированного труда, но они работают. А теперь получится, что к ним эти меры будут принимать. Это, ну, да, это, к сожалению, вот пока рабочий класс не борется, эти попытки будут происходить. Как только рабочий класс начнет бороться, эти все меры, опять же, будут отменены. Но, хотелось бы добавить, что это опять будет такая реакционная политика, когда трудящиеся защищаются. Они только защищаются, пытаясь отстоять то, что они имеют, да, как, что им еще досталось со временем Советского Союза, из Советского экзота там что-то отстояли. До тех пор, пока не начнется активная наступательная деятельность, трудящихся по сокращению рабочего дня, по различным другим вопросам, касающимся улучшения условий труда, по переработкам, по сверхурочным, до тех пор эти попытки будут продолжаться. Если же рабочий класс создаст свою партию и будет с ее помощью эти инициативы постоянно продвигать, тогда у капиталистов уже не будет времени на то, чтобы пытаться вот этим заниматься, да, они будут пытаться отстоять то, что они имеют. И такие примеры есть. Скажем, вот в период революции 1905 года рабочим удалось очень многого добиться. Не всем, но, допустим, я читал работы Сталина, на бакинских нефтяных промыслах удалось очень, очень, очень хорошо продвинуть требования рабочих. Потом же, после того, как революция закончилась, и началась реакция, уже общественная реакция, очень многие достижения рабочих были отобраны. Там, в 12-м году фактически ничего не осталось. И все вернулось к состоянию до 1905 года, что, в свою очередь, послужило причиной нового революционного подъема, когда большевики начали писать программации, они стали за этим вопросом опять приниматься, для того, чтобы рабочие начали опять двигаться вперед и возвращать себе права, которые имели до того. Я думаю, что перед нами эта задача стоит, и мы должны пытаться ее добиться. Один вопрос, наполнение, может быть, это напрямую к теме не относится. Вы сказали о том, что именно рабочий класс должен создать свою партию. Может быть, я неправильно понял, но у Владимира Ильича что делать? Было более-менее для меня четко сказано о том, что рабочий класс способен только создать трейд-юнионские объединения и отстаивать в рамках капитализма только подобные же, ну, свои интересы объединенные против капиталистов, ну, то есть за свои интересы отстаивать. Но это все равно все в рамках капитализма. А что рабочее, непосредственно понимание социализма, научного социализма, построения общества, может быть, привнесено в рабочий класс только из революционной буржуальной интеллигенции. Да, носители знали, носители знали. Конечно, да, это с правильным оточнением. Ну, я просто не стал говорить о газвернутое, конечно. Ну, я почему это дополняю? Просто иногда очень часто в некоторых, скажем, левых СМИ проскакивает такая мысль о том, что вот просто достаточно дать рабочим время, и они сами внутри себя создадут революционную партию. Но, как показывала история, они ничего, кроме предъявления, не создали. В общем-то, это тоже буржуазные требования. То есть это буржуазные, экономические требования, я понимаю. Да, задача пролетарской партии вести и экономическую борьбу, из него вытекает политическая борьба. То есть это взаимосвязанные вещи, да, начиная с этого мы переходим к политическим требованиям. Безусловно, да, конечно. Да, то есть нужно заострить внимание на том, что необходимы профессиональные революционеры. То есть те люди, которые с полным сознанием научным, знанием социализма, будут идти в рабочий класс. И не просто говорить о том, что вам сейчас ухудшают условия. Мне просто кажется, может, я ошибаюсь. Но если приходить к ним и говорить, что боритесь только за эти права, параллельно не давая им самого научного знания, это все равно все будет скатываться к чисто буквуазным методам борьбы. Да, экономизм. То есть все с вами и экономизм, конечно. Хорошо. Спасибо. Переходим к третьему вопросу. Третий вопрос по поводу структуры рабочего класса. На Ставрополье. Так, начну в целом. Значит, из данных ГОСТАТа, не знаю, насколько ей можно доверять, но такими цифрами лично делать наблюдения это довольно долго и, в принципе, проблематично. Поэтому, правда, из государственных реестров, то есть ГОСТАТ, ГОСТАТ и так далее. Значит, общее число рабочей силы, задействованные по работе в КАЭС, составляет 1,3 миллиона людей. Это 46% от общего населения. При этом, без учетового малого предпринимательства, общее число в целом работников, трудящихся, составляет 441 тысяча человек. Значит, исходя из определения рабочего класса, попытаемся выявить, сколько же число по отраслям задействовано в экономике рабочих, тех, которых можно отнести к рабочему классу. То есть это рабочий класс, это общественный класс, лишенный частной собственности на средства производства, который занимается материальным производительным трудом или непосредственным производством материальных благ. Значит, если мы распределим из трудящихся по Ставрополю по отраслям, из этих 441 тысячи человек в обрабатывающем производстве занято примерно 9%. Значит, в топливоэнергетическом комплексе, включая в себя электроэнергетическую, нефтедобывающую, газовую промышленность, будет составлять около 6,5%. Обработка хранения грузов 6%. В сфере полезных ископаемых 0,5%. Это я выделил число наиболее прогрессивных рабочих, то есть согласно определению Ленина, промышленных, городских, публичных, заводских. И из данного анализа составляет 17% общего числа трудящихся, в которых наибольшее число сконцентрировано в промышленных городах, таких как Иваномыс, Близ Ставрополя. У нас тут есть небольшие предприятия, но большая концентрация именно в этих городах. Также из общего числа рабочей силы при 34% работающих, то есть эти 441 тысяча человек ходят в эти 34%. 39% остаются в тени и 7% безработных. То есть вот такая статистика по сути, что чуть меньше половины людей, занятые в теневом секторе экономики, она как бы остается в России. И эта тенденция постоянно сохраняется, что эти люди по большей части заняты либо в сфере мелкого предпринимательства, ну то есть сами естественно не являются предпринимателями, либо где-то там подрабатывают, то есть сюда можно отнести и сельских рабочих, и в сфере строительства, ну если рассматривать с точки зрения, что нас интересуют рабочие, то есть это и ресторанный бизнес, и строительство, и... Ресторанный бизнес все-таки сфера обслуживания. Ну имею в виду те же официанты, повара, там вот, но это тоже работа. Те есть сферы услуг, но они как бы... Трудящиеся, они трудящиеся. Они же материальным производством. Нет, мы полностью занимаемся. Повара, официанты и... Производство средств под трудением. Да. Вот. Значит... Неформальная занятость представляет собой серьезную деформацию трудовых отношений. Отсутствие надлежащего оформления занятости ведет к игнорированию работодателям норм трудового права, к отсутствию для них социальных гарантий. Работодатели, использующие труд работников с неоформленными трудовыми отношениями, не желают полностью платить налоги, то есть не выдают полную сумму заработной платы и скрытые, по сути, налоги, на которых они наварились с работниками. Ну, присваивают себе. Значит, ухудшают, в целом, социальное обеспечение своих работников. Размер будущей пенсии работника зависит от заработной платы, оплата по личностям и так далее. Теперь небольшой анализ, то есть по зарплатам. Значит, если мы возьмем среднюю заработную плату, которая, в принципе, нам ничего не объясняет, но все же она составляет в Ставропольском крае 31 370 рублей. И самое интересное, что, по сути, по всем практически отраслям средняя зарплата увеличивается с каждым годом. Если мы рассмотрим динамику, то она как бы растет. Но при этом медиальная зарплата, то есть средний показатель именно центральной части зарплаты, не беря в расчеты самую высокую, самую низкую зарплату, составляет 25 600 рублей. И эта зарплата примерно на одном уровне как бы и остается. И вот модальная зарплата, которая составляет чуть меньше 330 000 рублей. Так. И если мы посмотрим на наиболее крупные предприятия, например, такие как Азот, Сигнал, Ставсталь, Родиан, которые расположены в Невнамыске и в Ставрополь, то посмотрим на заработные платы работников и мы поймем, что, в принципе, заработная плата варьируется от 15 000 до 24-25 000 рублей. Именно вот рабочих, которые занимаются непосредственно... Это рабочих или все работники? Нет, именно вот рабочих, потому что, естественно, работники. Я думаю, какие-нибудь ответственные по цеху, может, менеджеры какие-то, отделы продаж, естественно, у них и зарплата в районе 100-80 000 и так далее. Вот. Естественно, рабочие вынуждены либо заниматься, значит, второй какой-то работой, какой-то деятельностью. Таких процентов рабочих порядка тоже 17-18% вот заняты, которые просто занимаются двумя видами деятельности, либо же перерабатывают на производстве, что по всем местам встречаются. И у нас здесь по региону, то есть это и на конячных заводах, таких как Русский, КВС, Исентукский пивзавод. То есть люди находятся в том положении, что, ну, элементарно не хватает на жизнь с учетом, ну, тоже продовольственную вот эту корзину брать не будем, потому что она тоже ничего не показывает. За 12 000 в месяц никто не проживет и никогда не проживет. Но при всем при том, что зарплата реальная вот составляет 15-20 тысяч, которые ни на что не хватает и вынуждены перерабатывать, жертвуя своим личным временем, отдыхом. То есть что это приводит в конечном итоге, что через лет 15-20 приходится дополнительно тратить на свое лечение, в отдых, санаторий и так далее. Так же стоит заметить, что средний возраст рабочего, то есть он увеличивается. И вот эта неквалифицированная рабочая сила также присутствует в производстве, так как нанимают людей, приезжих, хоть и процент вот этих приезжих людей, где-то гастарбайтеров, где-то вот этих мигрантов, составляет небольшой процент у нас на Ставрополе, но все же именно рабочий труд замещается этими людьми, потому что их труд стоит дешевле. Ну и хотелось бы сказать, что валовый региональный продукт за 2017-2018 годы увеличился в сфере сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, также обеспечение электроэнергией, газом, паром. То есть это основные, по сути, сферы экономической деятельности, которые формируют валовый региональный продукт. То есть, получается, валовый региональный продукт растет, а медианная зарплата так и остается на одном уровне. То есть, ну да. От того, что рабочий лучше работает, то никак не получается. Хорошо, то есть выводы вытекают сами с собой. Я бы добавил еще, что если обратить внимание на то, что растет средний возраст рабочий, первое. Второе, что растет валовый региональный продукт и привлекаются сюда жители других регионов, то рабочие имеют возможность, у них все козыри на руках при желании бороться за свои интересы. Они это могут делать, потому что на рынке труда они могут действовать свои условия, потому что они становятся более ценными, как создатели материальных благ, в них заинтересованы, растет в них потребность. Потому что их и меньше, они и старше, и создают они больше. Получается, что мы можем говорить о том, что если принести классовое знание в рабочее движение, то рабочие смогут даже сейчас добиться каких-то капиталистических успехов, увеличить свою зарплату, серьезно увеличить свою зарплату. А там не дается информация по фонду заработной платы. Какой фонд заработной платы? Лучше увеличивается? Фонд заработной платы можно найти, но это фонд заработной платы работников, то есть обычный рабочих. Это либо точечно, что я делал, пытался сравнивать на предприятии, каким рабочим какую зарплату дают. И по уровню востребованности. Также пользовался интернет-ресурсами, вне зависимости от государственной статистики, где искал запросы по наибольшему, вернее искал те рабочие места по наибольшему запросу от людей. То есть какие они работают и какая там зарплата. И, например, если где-то в Невиномысске и в Ставрополе остается некая тенденция к тому, что все-таки производственный рабочий актуален еще, где-то на уровне 4-5 оппозиции, то у нас на КМВ и вообще нет. Но у нас в курорт. Хотя 5 год в свое время был крупный промышленный центр. Там уже все порушено. В КМВ сложилась такая ситуация, что крупных производств, которые выпускают среднесерийные и крупносерийные, нет. Но при этом есть производства, которые нацелены на удовлетворение тех потребностей, которые возникают внутри КМВ и в прилежащих поселках, районах. И там складывается такая ситуация, что привлекается единоразовый труд, то есть люди друг друга знают, естественно друг другу, то есть есть знакомства, еще что-то, нужна какая-то работа, так вот по словам, «тык любите» они выйдут, я им по 500 рублей дам, они отработают, завтра захотят выйти, выйдут, не захотят, ну то есть это абсолютно темный сектор. Что удалось понять по сельскому хозяйству? В сельском хозяйстве задействовано огромное число, людей, которые никак официально нигде не числятся, они проводят сезонные работы, причем по началу у меня была иллюзия, что эти сезонные работы довольно хорошо оплачиваются, просто в силу отзывов нескольких людей, с кем мне приходилось сталкиваться, это были комбайнеры. Да, на самом деле комбайнеры хорошо зарабатывают, но комбайнеров ограниченное количество, в комбайновый парк довольно тяжело, то есть там надо иметь либо личное знакомство с хозяином, то есть он привлекает своих людей, своих водителей, а те люди, которые непосредственно связаны с другими работами, которые не связаны, так скажем, с автопарками, современной формой НТС. Там зарплата, ну это нельзя назвать зарплатой, это просто какая-то получка, которая им выдается в размере 5-12 тысяч рублей. То есть это, ну это уровень абсолютной нищеты, которая приводит людей только к пьянству, ну то есть к алкоголизму, к наркомании, ну просто к потере элементарно человеческого достоинства, ну это нельзя назвать даже оплатой труда, это просто, это даже не подача, это просто установление такой формы капиталистического рабства. Что я хочу сказать? Получается, что Ставропольский край, если тем, что его экономическая структура разнообразна, то есть есть два крупных промышленных центра, достаточно очень высокотехнологичными и мощными производствами. Есть сельское хозяйство, развитое сельское хозяйство, оно, конечно, включает в себя и таких работников, но в то же время сохранились и крупные акционерные общества, как бывшие колхозы, даже что-то, по-моему, даже называется колхозами, то есть в любом случае это высокие формы организации труда. И в то же время существует очень большой сектор теневой экономики. То есть вот это противоречие, оно важно его понимать. Мне кажется, что раз у нас есть опора здесь на рабочий класс, энерго-высокоразвитый, высоко организованный рабочий класс, нам ничего не мешает вести пропаганду в нашу работу, активную работу для привнесения классового сознания. Ну какая-то, ты же для этого и анализировал. Да, мы должны понимать, куда нам идти, где-то спагандировать. На основе этого уже какую-то методологию, если не создавать, то хотя бы подбирать. У нас есть Ставрополь, Невиномыск, и с учетом этого мы можем устраивать свою работу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.